итак давайте начнем всем еще раз привет добро пожаловать и мы продолжаем проходить rain code 4 глава лабиринт тайн давайте выясним кто же убил профессора то убил нашего шефа и что вообще тут происходит вперед а а а и и и и и опять падение почему никогда не получается мягко приземлиться а а это так называемый лабиринт тайн значит это место физическое проявление тайн из дела а вы знаете ну вообще-то это не мой особый навык это сука не или синий гамми на ноги да это все благодаря силе шинигами смерти то есть ее верно и я а диджон а именно чипят э льну тайш ты и она не не alley то есть это связано с моей духовной близости или моем духовном сродством с раннего детства у меня была способность видеть потусторонние вещи я приобрел свой особый навык в результате тренировки этого врожденного таланта однако раньше я не мог видеть ее так ясно я видел как ты разговариваешь с каким-то дымом из какой-то дымкой которая следовала за тобой но это было все пока однажды я не использовал в агентстве свою спектральную проекцию и не смог увидеть этого бога смерти неясно как хрусталь после этого я провел небольшое расследование я обнаружил что в подземном книжном хранилище видео хранится нечто под названием книга смерти и еще то что кто-то ее взял это я взял ее до того как потерял память не знаю но поскольку ты новичок я сомневаюсь что у тебя был доступ хранилищу книг только несколько человек имеют доступ в это место в видео лишь несколько в любом случае до сих пор ты использовал эту способность для того чтобы раскрыть другие дела не так ли да значит это также связано с загадочной смертью всех этих преступников я предполагаю что зачистка лабиринта материализирует тайны и приводит к смерти ее истинного преступника если это так вот и убил очень многих людей своими руками юма на самом деле я никого не убивал это просто то что происходит нет может быть я и пожинаю к душе но кровь все равно на ваших руках нет смысла притворяться тут паренькой или хорошим мальчиком вы рискуете жизнью разгадывая эти тайны понятно значит ты твердо решил это сделать да прости но я не думаю что у меня самого есть такое убеждение так что я пожалуй вздремну здесь пока ты пойдешь рисковать своей жизнью ну можешь спать если ты этого хочешь но не сможешь выбраться отсюда правда если ты не будешь с хозяином когда и если он решит тайну этого лабиринта то все это место разрушится вокруг тебя хотя если в реальном мире нет никаких сожалений то ты можешь умереть и здесь нет 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 но есть некоторые вещи которые я оставил незавершенными особенно после того как ты раскроешь тайну этого дела что вы имеете ввиду скажу все предельно ясно я просто буду сопровождать тебя всю тяжелую работу оставляю на тебе да мне плевать что ты будешь делать только не мишейна ну что ж хозяин давайте сделаем все как обычно да да хорошо хозяин вы готовы отдать свою жизнь ради истины я готов я готов да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это может быть еще более депрессивным, унылым... Ладно, неважно... Я буду тебя просто игнорировать... Ну что ж... Тогда давайте же разгадаем... Тайну... Этого лабиринта тайн... Давайте найдем этого преступника... Что скрывает истину... Нам придется идти пешком... Это невыносимо... Боже... Да ты меня уже достал... Мне казалось... Мне казалось... Ты сказала, что будешь игнорировать его... Будет весело... Но не так весело, как с Фубуки, конечно же... Скажите, Вивиа, вы что-нибудь помните об этом деле? Ты имеешь в виду... Убийство доктора Уэски? Или ты имеешь в виду... Нападение на шефа Яко? Вы помните? Просто все остальные... Когда попадали сюда... Теряли свои воспоминания... Довольно редкое явление... Наверное, это из-за его... Духовности... Ага, значит остальные... Теряли воспоминания... Так значит, вот почему никто не помнит... Этого бога смерти... Эх, как грубо с их стороны... Но... Именно... Благодаря вашей покорной слуге... Эткие дела были раскрыты... Кстати, я тут вспомнил... Что я использовал свое... Единство... Тех нет... Единение... С Фубуки... Перед Вивиа... Однако... Вивиа... Единственный... Кто попал в Лабиринт Тайн... Ну... Единение было перезаписано... Может быть... Может быть... Она просто берет только самую... Последнюю способность... Но... Короче, я сама не знаю... Ты не знаешь... Но ведь... Единение... Это же твоя сила... Шенигами... Ой... Да расслабься и заткнись... Это же незначительная деталь... Но... Лучше бы ты взял... Фубуки с собой... Она была бы гораздо более полезной в этом деле... Чем я... Но... В любом случае это не имеет значения... Потому что никто не может использовать здесь свой особый навык... А... То есть... Значит мне действительно не нужно ничего делать в этот раз... Ну... Слава Богу... Какое облегчение... Боже... Ты никогда не думала, что отсутствие мотивации может быть... Заразно... Ну... Тих-тих... Расслабьтесь... Так... Привет-привет, ребят... Всем как там? Все нормально? Слышно? Видно? Воид... Когда перевод нормальный... Это не мешает... А помогает... А рейн-код как раз таки тот редкий случай... О! А вот и загадка... Такого... Такого... Хм... Что для того, чтобы... Проходить по этому лабиринту... Потребуется только твоя смекалка... Однако похоже, что... Тут потребуется нечто большее... Ёма... Ну... К сожалению, он не такой уж и смекалистый... Так что у него выбора нету... Хе-хе... Нормально... Что? Но... Проблема не появилась... Ум... 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 Не только... Проблемы нету... Но и выбор не появился... Хозяин... Может быть, вы сами не знаете... С... Какой тайны... Начать... Раскрывать это дело... Ну да... Здесь столько всего неизвестного... Что я, честно говоря... Сейчас чувствую себя... Сбитым с толком... Ну... 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 Ой, да ладно вам... Если вы не будете знать, с чего начать... То... Так и не сможете ничего решить в итоге... Ну... 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 Так что давайте пока что... Займемся решением этого вопроса... Итак... Какова первая загадка... Тайна... Этого дела... Так... Ну... Первая тайна... Это... Ну... Тот факт, что доктор Уэска... Был убит... Полностью с запертой комнаты... Туда невозможно было войти... Или выйти... Доктор находился... В глубине критической лаборатории... За несколькими уровнями защиты... И все же в итоге... Его все-таки нашли... Зарезано... Мы были первыми... Кто обнаружил это тело... И... И тогда мы как раз таки управляли... Ама другом... Из-за этого... Нас считали... Преступником... Но это явно не так... Как же все-таки преступник смог попасть в лабораторию доктора... И покинуть ее... Это то, чего я не знаю... Да, но... Преступник определенно является киллером... Верно? Ну я так думаю... Но я не абсолютно уверен... Кроме того... Даже если это сделал киллер... Остается вопрос... Кто его нанял... Но нет никаких сомнений в том, что киллер... Зарезал и шефа Яко... Это единственное, в чем я абсолютно уверен... А? Миротворцы? А? Оооо... Мусор округа Канай... Что вы здесь делаете? Да... Йоми Хелл Смайл... Йоми Хелл Смайл... Итак, значит... Руководитель миротворцев... Здесь? Да, но он всего лишь является частью... Лабиринта Тайн... Я так и подумал... То есть, другими словами... Он просто монстр... Созданный... Из лабиринта, так? Да... Да... Вы куски дерьма... Вы нарушаете покой округа Канай... Этот парень... Не кажется легким противником... Но у нас нет выбора... Ради шефа Яко... И ради всех! Это вы убили доктора Уэску... Не так ли? Сдавайтесь... Чтобы я замучил вас... До смерти! Ну что ж, погнали. Ты тот, кто убил доктора Уэску. Ты отключил систему безопасности в лаборатории, доктор. А затем убил его внутри. Пока ты не вошел в лабораторию, система безопасности и критические лаборатории была активна. Невозможно обойти систему, пока она активна. То есть, другими словами, никто не мог войти в лабораторию доктора. Так. Ну, собственно, тут, походу, следы нужно использовать. Сейчас посмотрим. А правонарушителя не могло быть. Отпечатки обуви, которые были оставлены на Амадруге. Доказывает, что кто-то проник. Когда тело было обнаружено, Амадруг как раз собирался войти в лабораторию доктора. Но что-то врезалось в него. Не опрокинуло его. Вообще-то, на самом деле, на голове Амадруга остался след. Как будто кто-то пнул его. Этого следа не было там, когда мы его одолжили. Это доказательство того, что в лабораторию был кто-то еще. И ты называешь это доказательством? Неужели чушь это единственное, что вылезает из твоего рта? Не смеши меня. Маленький говнюк. Там был нарушитель? Это невозможно. И на самом деле... Ты сам это доказал. Столько корыстных аргументов. Да все это выдумка. Используйте свои способности к дедукции и отразите противоречие. Так, Мохи, второй раз уже читать не буду. Точнее, озвучивать. Нет. Тут нету никакого противоречия. Невозможно, окей. Вот оно. Ты сам это доказал. Что ты имеешь в виду? Говоря, что мы доказали, что не было никакого нарушителя. Ты все еще не понял. Не смеши меня. Если бы и был другой нарушитель, то, куда он делся? К тому моменту, когда ты прибыл на место происшествия, никого больше не было. Там, верно? Ну, даже не знаю. Ладно, сейчас посмотрим дальше. Там не было места, где можно было бы спрятаться. В фактической лаборатории. Так. Как бы тут, само собой, было место. Ну, как бы в целом, панели... Не-не, третье, ты что? Тут же не залезть. Где тут спрятаться? Тут именно маленькая вентиляция в лаборатории. Как бы тут тоже нельзя спрятаться, потому что не открывается. А вот тут? Ну, вполне. Так что он никак не мог бы пройти мимо тебя. Ты хочешь сказать, что он проскользнул мимо тебя и это не заметил? Это же очевидно. Разве это не забавно? Ты только что доказал, что ты сам совершил преступление. Ну, короче, понятно. Сейчас попробуем. Это правда, что по пути в лабораторию после отключения системы безопасности мы никого не видели. Как преступник мог скрыться от нас? Ну, пока что давайте проверим ключи решения. Возможно, тогда вы сможете найти полезную подсказку. Но он только там мог спрятаться из тех вариантов, которые у нас есть. в воздушном шлюзе в вентиляции. есть. Нет, там есть. место, где можно спрятаться. И это место находится внутри устройства дезинфекции в воздушном увидели, когда отправились на место происшествия. Ну и что? Вы все равно все неправильно поняли. Все не так. Ваше существование ошибочно. Развлекайтесь, гонясь за той фалшивой истиной, которую вы нашли. Но мы пойдем за этой фальшивой истиной. О, отлично. На этот раз нам удалось его победить. Но это еще не конец. Он действительно очень настойчивый. Да? В любом случае нет никаких сомнений, что в лаборатории доктора находился кто-то еще. Так что давайте будем разгадывать каждую тайну по очереди. Хорошо. На этот раз у нас все получится. Ну, почему же все это должно быть так внезапно? Хорошо. Теперь, когда мы проложили себе путь к этой тайне, нам просто нужно пройти через лабиринт и докопаться до истины. Итак, был ли нарушитель? Нет или да? Конечно же да. Мы только сейчас подошли к этому моменту и заноза задница. Ну, не нужно так вздыхать. Вообще-то у нас все хорошо. Ой, прости. Ну, в любом случае. Давайте зайдем внутрь. Как же у Шенигами горит от него? Нарушитель точно был. Мы знаем, что кто-то врезался в Амадрюга. Ну, вероятно, преступник сбил Амадрюга, когда он уходил. Видимо, после этого он намеревался покинуть лабораторию. Но он не мог, потому что мы находились в передней камере. Поэтому он спрятался внутри устройства дезинфекции, чтобы избежать нашего столкновения. И так, то есть, если бы ты проверил устройство дезинфекции по пути к месту происшествия, убежать убежать преступника. Ты бы смог сразу поймать преступника. Да, но это была чрезвычайная ситуация, и мы не знали, что он находится там. Ну, да, увы. Хозяин, придумывать оправдание это отстой. Это не оправдание. Но это правда. Если бы я тогда подумал, почему Амадрук был опрокинут, то я бы понял, что преступник находится там. Мы могли бы подождать и устроить засаду. Ну, или же поискать его. Если бы я еще тогда поймал преступника, шефа Яко не зарезали бы. Хозяин, если вы будьте погружаться в сожаление, это еще хуже. Если у вас есть на это время, значит, у вас есть время идти дальше. Да, точно. Ну, как говорится, молоко уже пролито. Нет смысла плакать. Ну, Грэди, как ты видишь, да? Привет, Пиктор. Серьезно? Еще одна развилка. Как преступник проник в лабораторию. Похоже, мы наконец-то подошли к главному вопросу. Это первый шаг к разгадке того, как преступник совершил невозможное убийство. Ну, это вы обеспечиваете. Ну, остальное оставляю на вас. А я собираюсь книжку почитать. В лабиринте Тайн можно принести свои вещи? Он просто особенный. Так, как преступник проник в лабораторию? Деактивировал систему безопасности отрезав питание? Нет. Преступник никогда не проникал в лабораторию в первую очередь, так сказать. Или уже его пригласил сам доктор. Ну, в середине, что ли? Потому что остальные варианты как-то не очень. покажите этому никчемному анамичному вампиру. Какое у вас нет. Что вы обладаете убийственной дедукцией хозяин. Так. ну ладно, попробую. Преступник никогда не входил, но вы 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 сказали, что нет никаких сомнений в том, что преступник там был. но возможно, нарушитель все-таки не преступник. То есть, ты хочешь сказать, что доктор покончил жизнью самоубийством? Если бы доктор покончил жизнью самоубийством, это означает, что преступник был не нарушителем, но сам доктор был. но если это действительно сделал бы доктор, это означает, что нету никакого нарушителя, потому что доктор уже был в лаборатории. Привет, концентрат. Что? Ловушка? Ну, похоже, ты ошибся, Юма. Ну, я уже знал это до того, как ты вошел. Что? Тогда почему ты мне не сказал? Ты хотел, чтобы я помог? Ну, тогда тебе стоило сказать об этом. люди растут, учась на прошлых ошибках. Именно поэтому я специально. Хозяин, мы должны выбраться отсюда. А как? Используйте логику, чтобы показать, что этот маршрут неправильный. Я понял. Я попробую. так. Ага. Почему доктор совершил самоубийство не является правильным ответом. ножом? очевидно. Ножевое ранение в спину. в спину. Один удар ножом мог бы доказать, что он просто держал нож так, чтобы упасть на него спиной Да, покончить с жизнью самоубийства Но он не мог нанести три таких рана Не может быть, чтобы это было самоубийством Ну, может, я и ошибся, но, по крайней мере, мы стали немного ближе к истине Может быть, но если бы вы не облажались бы с самого начала, вам не пришлось бы придумать такое жалкое оправдание Да знаю, в следующий раз я постараюсь быть лучше Окей, это забавно Интересно, что было бы в других дверях У меня такое чувство, что везде было бы плюс-минус одинаково Потому что, ну, все три варианта вообще-то не подходят А, нет, слушайте Прикольно Так, как преступник проник в лабораторию Ну? Попробуем первую дверь Это бред Или третью Сам профессор его пригласил внутрь Третья Ну, погнали Ну, сейчас посмотрим Доктор пригласил преступника к себе, но зачем? Теперь все так запутано, потому что мы предполагаем, что преступник пробрался внутрь Если бы преступника пригласили в лабораторию, то он легко бы смог туда проникнуть А, так вы думаете, что доктор отключил систему защиты? Если бы он ожидал гостя, она бы ему не понадобилась Что? Этот маршрут тоже неправильный? Опять? Не стоит беспокоиться, Юма Я совсем не против этого Если мы не сможем найти способ двигаться дальше Даже я теряю мотивацию Вы ведь можете позаботиться об этом сами, не так ли, хозяин? Не позволяй ему влиять на тебя Так Почему Сам доктор пригласил виновника Является неправильным Ну, журнал охраны Системы защиты Потому что там было написано, что последний раз было 90 дней назад В журнале на компьютере доктора не было обнаружено никаких признаков отключения системы безопасности Если это так, то он очевидно Не отключал систему безопасности для того, чтобы пропустить кого-то внутри Никаких оправданий, хозяин Сделайте это еще раз Ты устал, Юма Почему бы тебе не прилечь ненадолго? Если я здесь буду отдыхать, это ничему не поможет Ну, короче, вы поняли, да Нам нужно пройтись по всем Трем дверям Для того, чтобы Найти правильные ответы Так, ну окей Ну ладно, это забавно Чтобы понять, почему они неправильные Преступник использовал отключение питания, чтобы проскользнуть мимо системы безопасности, проникнув в лабораторию Этот ответ довольно простой Почти слишком простой А, что? Ну это же последний маршрут Этот лабиринт Этот лабиринт Не прост Это прям похоже на один из старых детективных романов Возможно, это ты настоящий преступник, Юма Правда, хозяин? Конечно, нет В любом случае Сосредоточьтесь Нам нужно выбраться отсюда Так Почему? Система безопасности была отключена Благодаря отключению электричество не является правильным Ну, очевидно Потому что разные источники питания идут На всю лабораторию И на, собственно, лабораторию профессора И систему защиты Систему охраны Доктор сказал, что критическая лаборатория Находится в отдельной сети А распределительный щит Лаборатория находится Не в электрощитовой Система безопасности Не отключится Даже если Во всем здании Произойдет отключение электричества Что происходит? Все три маршрута были неправильными Интересно, что это значит? Хороший вопрос Узнаем О, двери Эй Там еще одна дверь Опа Понятно Поскольку мы доказали Что все возможные Варианты на тот момент Являются неверными Появилось новое Интересно А лабиринт Тайн Не только Материализирует дело Но и изменяется В зависимости От Твоего Расследования Верно Что-то не так В этих других маршрутах Такое ощущение У нас заставляет Выбрать Не тот путь Но устранив Все неправильные ответы Один за другим Ты смог открыть Путь К правильному ответу Я слышу разочарование В твоих словах Ой, да ладно Кому какая разница Давайте просто посмотрим Что нас ждет В финальном маршруте Ого Он использовал Пекторальную Проекцию Чтобы войти И убить его То есть Преступником Является Тогда Не могу поверить Что преступник Вошел в лабиринт Вместе с нами Такое еще не было Да как ты посмел Обмануть меня О, что мы Ну, тебе некуда бежать Как только Тайна У лабиринта Тайн будет раскрыта Преступник будет Наказан Хозяин Давайте уже закончим С этим лабиринтом Тайн И грохнем Этого чувака А подожди А, еще одна ловушка Вот поэтому Я и сказал Подожди Не может быть Чтобы Вивия Был преступником Ну, тогда Докажите это И Преодолейте Эту ловушку Я не буду убеждена Пока вы этого Не сделаете Так Войти и убить С помощью Спектральной Проекции Является Неправильным Ответом Потому что Ну, потому что Когда ты в форме Призрака Ты не можешь Никого трогать И ничего делать Так что Типа Как ты можешь убить Если ты даже Нож не можешь Взять в руки А, как сказать Духовным ножом Ты никого не убьешь Так что Очевидно Черты Призрачной формы Начнем с того Что в призрачной форме Ты ничего Не можешь Трогать Ты не можешь Держать Орудие убийства Нож Он не мог Держать Орудие убийства Нож Поэтому Невозможно Чтобы он Смог Зарезать Доктора Ну Теперь Ты Веришь Виви У хозяина Я же говорил Это тысячу раз Что детективы Должны Подозревать Всех Кроме того Это его вина Что он такой Скрытный Скрытный То, как он выглядит Как он говорит Все очень Подозрительно Ну простите Я просто стараюсь Держаться подальше От посторонних глаз В любом случае Давайте вернемся обратно Ну Если он не преступник То Мы возвращаемся К исходной точке Ну Давайте попробуем Для начала Вернуться Развилки Может быть Что-то Еще изменилось По идее Еще одна дверь Должна была Появиться Только вот Вопрос В этот раз Нужная Или опять нет Ну Забавно Получилось Конечно Ничего не изменилось Никаких новых дверей Что Некуда И какой Смысл Был В исключении Всех Остальных Путей Ну и ну Боже ты мой Ой Не начинай тут снова Как насчет того Чтобы помочь нам Для разнообразия Тебе лучше сотрудничать Если не хочешь Чтобы тебя Разрубил Клинок Хозяина Клинок Решение Так Подожди Шнигами Я не хочу Чтобы меня Разрезали Я Очень Не люблю Боль Но Знаете что Путь который мы Прошли до сих пор Не был Пройден Напрасно Мы действительно Смогли Исключить Многие Возможности Но это ничего не значит Если мы не сможем Докопаться до истины Ничего Ничего Зачем тебе вообще Нужны Истины А? Легко сказать Что ты хочешь Узнать истину Но ты уверен Что сможешь С ней справиться Какой бы жестокой Не была Эта истина Смогли Справиться С ней Я Все еще не уверен Что ты Из тех людей Которые Можут И уверен Что ты Сам этого не знаешь Вот почему Ты до сих пор Сомневаешься Этот лабиринтайн Также является Отражением Твоего нежелания Может быть Именно поэтому Ты не можешь Докопаться До истины О чем вы говорите Я уже говорил Это раньше И повторю еще раз Я без колебаний Раскрою Истину Так значит Ты до сих пор Этого не осознал Да? Ну Видимо Ты еще Не дорос До этого Ну Пока что Все нормально Но в конце концов Тебе придется Сделать выбор В тот момент Ты Не можешь Смерть Смерть И когда это Случится Тебе придется Доказать Свою Убежденность И раскрыть Истину Как ты Сказал Хватит этого Бреда И давайте уже Искать Подсказки В качестве Извинения За то Что отвлек Позволь мне Сказать Следующее Этот лабиринт Кажется Меняет форму Отражая Наше Расследование Так что Вместо того Чтобы идти По указанному Пути Разве нельзя Проложить Свой Собственный Путь Проложить Свой Собственный Путь Верно Шнигами Мы же Можем Создать Новый Маршрут С помощью Наших Собственных Заключений Может быть Мы сможем Сделать Это И здесь Иногда Достаточно Лишь Небольшое Изменение Перспективы Чтобы Полностью Изменить То Как ты Видишь Вечи То есть Если Я изменю Свою точку Зрения Здесь Возможно Увижу Что-то Новое Понятно Я был Так сосредоточен На том Как Он Обошел Систему Безопасности Но Это Неправильно Мне Нужно Изменить Свою точку Зрения И подумать О том Кто Мог бы Преодолеть Ее Не загоняй Себя В рамки Собственных Предположений Хорошо Я попробую Я ненавижу Когда Аномичный Вампир Указывает Нам Что делать Но Если Хозяин Хочет Этого То Ладно Я Одолжу Вам Свою силу Положитесь На меня Хозяин Окей Бочка Так Амапал, или Амадруг, или Аматан. В фонском. Отлично. Новый путь появился. Ура! Это все благодаря мне. Возможно, я сказал слишком много. Ну что ж, пока что еще ничего не решено. Я бы хотел, чтобы ты лучше хотя бы немного выражал свои мысли. Как мы вообще можем определить, рад ты или грустишь? Я никогда не испытывал радости, счастья или печали за всю свою жизнь. Эх, я хочу когда-нибудь умереть. Этот парень безнадежный. Ну, в любом случае, давайте изучим этот новый маршрут. Ты действительно планируешь идти дальше? Эх, ладно. Ну что ж, неплохо продвигаемся вроде пока что. Если подумать, то кто мог бы пройти через систему безопасности? Так это есть только один вариант. Амадруг, верно? Именно так мы смогли пройти через систему безопасности. Но ведь это всего лишь игрушечный робот, верно? Какое отношение он имеет к делу? Я пока что не знаю, но... Раз Амадруг может пройти через систему безопасности, значит, это важно. Отлично. Тут мы сделаем маленький перерыв. Эм, час. Одна перерыва откладывается. Здесь тоже запечатаны. О, переговорное устройство. Может быть, кто-то ответит. Если вы его используете. Да не, ни за что. Эм, фактор? Эм? Доктор? Эм? Подожди. Эм? Подожди. Что за? Что за? Так, подожди. Ты кто? Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Эй, это не те кадры, которые показывают момент, когда было совершено нападение на доктора. Да? Да? Ты права? Э? Э? Тайна материализовалась, наверное, это связано с тем, что только что сказал доктор. Кто ты? Кому были адресованы эти слова? Итак, значит, вопрос. Кому доктор сказал, кто ты? Ну, оставляю это на тебя. Я не понимаю, как ты можешь продолжать читать книгу в такое время? Так. Преступнику. Никому. Или амадругу? Амадруг сразу нет, потому что очевидно. А вот то, что тут есть никому. Стоп. Ну, тот факт, что есть дверь никому, меня заставляет задаваться вопросом. Это точно был преступник? По идее, преступник тогда не мог быть там, если он прошел до лаборатории, то как мы предполагали. В этом, собственно, и вопрос. Ну, короче, выбирайте, ребята вы. О, может быть, реально это преступники, это не вопрос с подвохом, но я что-то так не думаю. Ну, вот именно, а друга пнули, поэтому он как бы вообще не тема. Так, большинство голосует за это. Давайте посмотрим. Ну, если что, мы просто вернемся обратно. Хм. Ловушка не сработала. Значит ли это, что мы нашли правильный ответ? То есть, правильный ответ никому? Ты серьезно? Тогда зачем доктору говорить, кто ты такой, если там никого не было? Но в тот момент, система безопасности была еще активна, поэтому никто не мог проникнуть в лабораторию доктора. Верно? А еще это было до того, как я одолжил, ама-друга. Таким образом, получается, что единственным объяснением является то, что там никого не было. Таким образом, доктор сказал, что там никто не был, но никто не был? Что это было? Да, но зачем тогда он это сказал, если там никого не было? Если дальше идти, то я думаю, что если мы пойдем туда, найдем ответ. Ээээ? Иканимичи-то как-то, как-то. Но этот маршрут, очевидно, всего лишь старостепенная дорога. Да и вообще, кого волнует, что думает старик? Да, но похоже, что это единственный путь, по которому мы можем пойти. Кроме того, мне интересно, что происходило у него в голове. Это может стать важным фактором в раскрытии тайны этого дела. И все же, быть вынужденным пойти по второстепенной дороге, это слишком проблематично. Прямо хочу умереть. Да. Это действительно правильный путь. Тут у меня очень плохое предчувствие. Ну что ж, перерыв, продолжение следует.